В Белгороде скончался еще один пострадавший при обстреле города, произошедшем 30 декабря. Таким образом, общее число погибших достигло 22 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22, один из пострадавших скончался ночью в больнице. «Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», написал глава региона. По словам Гладкова, сейчас в больницах 109 пострадавших. Тяжелые ранения у 25 человек, их отправят в федеральное медучреждение. Губернатор рассказал, что в результате трагедии были повреждены порядка 30 жилых многоэтажек, несколько частных домов и множество машин. Ночью на уборку города от мусора вышли более 2000 человек, включая обычных граждан. Гладков анонсировал заседание оперативного штаба в первой половине 31 декабря и пообещал рассказать на нем о текущей ситуации и принятых в связи с ней решениях. Два хоккеиста детской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области. Трагическая авария произошла вчера днем на трассе А-114 в Череповецком районе. Водитель минивэна «Форд» не справился с управлением, вылетел навстречу и столкнулся с фурой «Сканя». Юные спортсмены в этот момент находились на заднем пассажирском сидении, не были пристегнуты и погибли на месте. Позже выяснилось, что 12-летний Максим Лебедев и 13-летний Артем Потапов были воспитанниками хоккейной команды «Чайка» из Шексны и возвращались с соревнований, а за рулем был отец одного из мальчиков, он тоже погиб. СК области уже возбудил уголовное дело, прокуратура назначила проверку по факту смертельного ДТП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.